приветствую на канале guns my life и сегодня поговорим о истории травматическом оружие в россии травматическое оружие неформальное общее название для определенных видов оружия самообороны и нелетального оружия в англоязычных странах травматическое оружие чаще всего именуется нелетальное оружие а в последние годы менее летальное оружие контролировать степень поражения в результате применения травматического оружия на малых дистанциях практически невозможно она или слишком велика хотя даже при этом мгновенное останавливающее действие не гарантировано или ничтожно мало первый образец гражданского травматического оружия пистолет пбб 4 оса был сертифицирован в 1999 году в 2004 году был сертифицирован первый образец травматического оружия под патрон центрального воспламенения газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновой пулей иж 79 9 макарыч огнестрельное оружие ограниченного поражения категория введена в 2011 году сертификацию прошли некоторые модели уже производившиеся и находившиеся в продаже в 2011 году а также модели разработанные в период после вступления закона в законную силу вас пар mp 78 9 и его модификации mp 79 9 макарыч и его модификации мр-353 все пистолеты и револьверы гроза пистолет стример 1014 и его модификации хорхи шар клон 13 грант пауэр 10 грант пауэр 12 ратник 410 пмт выпущенные до 1 июля 2011 практика применения травматического оружия в рф оружие применяется для самообороны известны случаи применения травматического оружия в противоправных целях как сообщил представитель президента рф в государственной думе гарри минх за пять лет с 2005 по 21 сентября 2010 года на территории рф травматическое оружие использовалось при совершении 1500 преступлений в результате применения травматического оружия 60 человек погибло и около 600 получили ранения и травмы позднее замначальника дооп мвд рф генерал-майор милиции ведюнов уточнил что с 2005 по 29 декабря 2010 года травматическое оружие использовалось при совершении 2000 косая и в результате применения травматического оружия 65 человек погибло и около 485 22 марта 2012 года начальник главного управления обеспечения охраны общественного порядка мвд рф генерал-лейтенант полиции ю эндемидов сообщил что с момента ввода в оборот так называемого травматического оружия с 2004 года с использованием травматического оружия было совершено около 2000 преступлений погибло около 100 человек и около 500 были ранены следует учитывать что в приведенных случаях в статистике пострадавших не разделяют преступников и их жертв в общий перечень включены все виды противоправных действий и оружием то есть из списка пострадавших не выделены погибшие и раненые вследствие попытки суицида а также несчастных случаев при обращении с оружием вы были на канале guns my life обязательно подпишитесь поставьте лайк и прокомментируйте всем удачи всем пока вставай паскуда